Ну вот вы преподаете искусству джазовой импровизации. Да. А с чего вы начинаете первую лекцию? Ну, я имею дело со взрослыми людьми, потому что я преподаю в Московской консерватории. Там профессионалы, люди, которые владеют инструментом. И я уже в девятый год преподаю только один этот предмет. И каждый раз я корректирую свою задачу. Сначала я формально прочитал 10 лекций по темам, которые я себе определил. Потом я понял, с кем я имею дело. Я понял, что люди, которые заканчивают консерваторию, совершенно ничего не умеют в джазе. Поэтому я сейчас пришел к выводу, что прежде всего с ними надо работать над ритмом. Потому что это самая большая проблема. У нас очень много музыкантов, у меня классических, очень много музыкантов-друзей, моих коллег и в консерватории, и вообще с теми, с кем я учился. Для всех для них проблема играть вообще джаз из-за ритма. Поэтому я сейчас основные свои усилия прилагаю к тому, чтобы учить людей играть в ритме свинка. Но вы не говорите, что импровизируете? Все остальное придет? Или все-таки база должна быть? Нет, у нас очень жесткие правила. Для того, чтобы сыграть джаз и композицию, нужно, например, как говорят у нас, не вылететь из квадрата, это значит, что вы должны все время чувствовать, в каком месте композиции вы находитесь. Джаз – это всегда повторяющаяся конструкция. И вы должны всегда в каждый момент, в каждую долю по времени, вы должны чувствовать, в какой доле вы находитесь, в каком такте вы находитесь. Поэтому выработать это чувство формы, оно, конечно, есть у классического музыканта, но вот так, чтобы свободно создавать вот эту, к сожалению, проблему. Поэтому я свою задачу сейчас ставлю прежде всего научить людей играть в ритме свинка. А правда, что ваш путь на сцену начинался с танцплощадок в городе Горьком? Конечно. Впервые я выступил в 16 лет на танцплощадке. Я играл в ресторанах, играл в кафе, но вообще так вот летом я работал на танцплощадке в городе Бор. Я еще очень мало умел, но я очень хотел играть. Но вы тогда играли ту музыку, которая была популярна в то время, или вы уже тогда пытались джаз играть? Да, я пытался играть джаз, но я играл музыку, которая была популярна в то время, потому что, ну что делать? Все-таки в джазе, один из таких постулатов джаза заключается в том, что нужно играть знакомую для публики мелодию, импровизировать на знакомую мелодию. И мы играли, в то время был моден твист, это был 64-65 год, и мы играли, конечно, королеву красоты, и у нас был не такой сильный инструментарий, как сейчас. У нас не было ни аппаратуры никакой. Вот я играл на танцплощадке, на пианино, которая чуть-чуть подзвучивалась какими-то примитивными микрофонами, и на танцплощадке было тысячи человек. Никто не пел, мы просто играли музыку. И все говорили, какой хороший анзамбль приехал. Понятно. А вот как вам удалось добиться уже мировой известности? Как долго вот эти вот шажки приходилось делать? Мало-помало, вы знаете, приходилось завоевывать. В этом никакого секрета нет. Мне приходилось завоевывать шаг за шагом. Я начинал, конечно, с большой страстью. Мой кумир Оскар Питерсон был моей путеводной звездой с 15 лет, как я его впервые услышал. Мало-помало я начинал в училище музыкальном в Нижнем Новгороде, потом в Гнейском институте, в общежитии. В Москве уже были джазовые клубы. Я сначала ходил, слушал, потом пробовал играть. Я готовился, я очень готовился. Я сам занимался очень много, в то время не было джазового образования. Оно как раз открылось тогда, в Гнейском институте, когда я закончил, в 1974 году. Я сам занимался, я готовился. Я избрал свою собственную методику, и она меня, в общем, привела к хорошим результатам. Я начал мало-помалу играть. Ну, весь путь я не успею вам рассказать. Вот сейчас у меня хорошее положение. У меня основные абонементы, все концерты, все в Москве. Тогда, чтобы не рассказывать весь путь, задам вопрос по-другому. То есть вот актер делает известную роль, а музыкант, когда просыпается знаменитым, то есть после чего вот он становится знаменитым, что да, его знают, его имя звучит, на афишах пишут крупными буквами уже. Да, когда это получается, ну, когда видят, что ты способен выступить в концертном зале. Например, впервые я выступил в зале Чайковского, который считается у нас одним из самых центральных залов вообще и в Москве, и в мире. Концертный зал имени Чайковского. Вот это две с половиной тысячи, может быть, больше мест. Вот я выступил в 1986 году соло, и после этого, ну, я во многих залах выступал. Вот сейчас, мне трудно, так сказать, назвать какой-то конкретный тот момент. Когда-то мне приходилось, я говорю, завоевывать авторитет шаг за шагом. Ведь в России с джазом было не очень хорошо, как бы... Даже совсем не хорошо. Да, да, и вот в те годы, в 70-е годы, в 78-м году я с большим трудом получил право на сольный концерт. Мои товарищи Леонид Чижик, Левиновский, Лукьянов тоже самое в 1978 году получили право на сольный концерт. Они, правда, были москвичами, а я получил в Куйбышеве. У нас было всего 5-6 коллективов, и мы, получив это право от Министерства культуры, на сольный концерт, стали гастролировать, как настоящий артист. Это было в 1978 году. Но, что касается... Когда я праздновался знаменитым, вы знаете, в своем мире я, как бы, уже очень давно выступаю. Потому что у нас раньше джаз весь базировался на фестивалях, фестивалей которых было очень много в советское время. По крайней мере, в энциклопедию советского джаза я попал очень давно. Я не помню, когда это было, 70-х, наверное, 80-е годы, где-нибудь. Понятно. О том, кто слушает сегодня джаз, или почему современные молодежи выбирают совершенно другие ритмы, мы поговорим сразу же после выпуска новостей. А сейчас я вновь передаю слово Катерине Колонтаевской.